Ой! Бра-а-а! Отпобедите! Отпобедите! Оказаться за ширмой и посмотреть спектакль изнутри можно, пожалуй, только по особенному случаю. 8 февраля – это день рождения Ивановского областного театра «Кукол». А еще на днях в театре будут праздновать двойной юбилей актрисы Веры Павловой. Ей исполнилось 55 лет. 35 из них она отдала этой сцене. Если ты играешь с удовольствием, ты приносишь людям радость. Если ты это делаешь без удовольствия, вот у нас поэтому и дороги такие нечищенные, и ходим такие, потому что у нас без удовольствия. Они все говорят, вот денег нет. Да не в деньгах дело, а в человеческом отношении. Пошел и сделал. Кто кроме тебя? В большинстве спектаклей театра актеры работают на сцене наравне с куклами. Они прячутся за ширму. Сказка по щучьему велению – исключение. Это классический ширменный спектакль, где используются тростевые куклы и куклы на потыке. Роль Емеля в спектакле исполняет Сергей Шарыгин. Вера Павлова – его мама. С днем рождения, Вера! Многие лета! Маманя! Пойду спать. Действительно, это подарок режиссеру, как Вера работает. Она все согласна. Она никогда не согласна. Она говорит «да». Ты начинаешь. Она «да». Даже не договоришь. «Да, да, все». Что? На голове стоять? Хлохуп огненный крутить. И при этом жонглирует? «Да, я согласна». «Да, надо? Пожалуйста». Все, что угодно, она с удовольствием сделает. То есть это такой подарок. Это такая отдача энергетическая. Вера Павлова точно знает, что все мечты сбываются. Как, например, пять лет назад исполнилась ее мечта о моноспектакле. «Гуси-лебеди» – это сказка, в которой Вера Павлова исполняет все роли. Она здесь и сказительница, и папа-яга, и печка, и яблонька. Когда мне было шесть лет, я научилась только-только писать. И я написала на бумажке, я буду артисткой. Правда, с ошибками, но неважно. И положила в кармашек, в папин пиджак. Вот как я задумала, я буду артисткой, так я и стала артисткой. Потому что все, что ты хочешь, тебе дает сверху. Эта постановка объездила не только всю Ивановскую область, но и побывала даже в Южно-Сахалинске. Везде дети принимают спектакль очень тепло. Что интересно, Ивановский театр кукол начинался тоже с моноспектакля. В постановке Таня Рюльцанерко по рассказу Елены Верейской, которую ивановским зрителям показали 8 февраля 1935 года, режиссером и исполнительницей всех ролей была юная воспитательница детского сада Екатерина Пирогова. Любимый мною человек, и не только мною, я думаю, многими, кто знал Екатерину Петровну Пирогову, это основательница нашего театра, ученица Сергея Владимировича Образцова. Но Сергей Владимирович Образцов – это величина, это имя, это, наверное, символ российского театра кукол, советского театра кукол. Основатель профессионального театра кукол в России, в Советском Союзе тогда. И вот здесь ее портрет в молодости, а здесь та Екатерина Петровна, которую я знала. Я приехала в Иваново, и меня познакомили с основательницей. Пришла маленькая, хрупкая, удивительно, какая-то чистая такая женщина, пожилая, но даже не скажешь, у нее так светились глаза, что мы тут же подружились. Я не знаю, это вот бывает такой контакт, находясь с человеком, которого не знал до сих пор величие, что она создала этот театр, что такой огромный театр, государственный, репертуарный работает, а ею создан в ней совершенно не было. Она была таким простым, открытым, легким человеком, и до самого ухода своего из жизни она приходила на каждую премьеру нашего театра. На этих витринах все самое интересное и дорогое сердцу кукольников. Музей – это прежде всего возможность сохранить куклы из уже не идущих спектаклей. Много спектаклей, списанных, ну это еще в советские времена, мы отдавали в дома культуры, в клубы, в деревенские, в районные. И там ребята, которые в кружке кукольном занимались, они ставили с этими куклами какие-то спектакли. Но это, слава богу, это как бы во благо шло, а когда куклы просто исчезают, это обидно. Хранятся здесь и уникальные фотографии, по которым можно понять, каким был театр, например, полвека назад. Это наши старшие актеры, старшие актеры, их уже нет в живых. Вот здесь есть приезд Сергея Владимировича к нам, образцового в наш театр. О них знают наши теперь уже заслуженные артисты и много рассказывают. Кого-то они застали в живых, как они интересно работали. Как тогда не было стационарного театра, и как они буквально в чемоданах носили все свои куклы и ширмы и так далее. И человек, который отвечал за музыкальное сопровождение спектакля, он играл на баяне. Вот такие были спектакли. Спустя годы творческий коллектив театра «Кукол» насчитывает почти 50 человек. В репертуаре более 30 спектаклей. А постановки показывают в уютном зале, с современным музыкальным и световым оформлением. Хотя меняются люди и времена, зрители здесь по-прежнему любят и ждут. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.